Всем привет, ребята! Я решил собрать все мои видео с шоколадным фонтаном в одном ролике. Коротко, только самые интересные моменты. Я думаю, получится очень круто. Тем более, мне кажется, что некоторые мои зрители не видели самые первые ролики с фонтаном. Итак, поехали! Грандиозное снижение цен на смартфоны Meizu. Качественные корпуса из металла и стекла. Удобная оболочка Flyme. Сканер отпечатков пальцев. Высокая скорость работы. Смартфоны Meizu от 9 990 рублей. Для всех, для каждого, для тебя. Сначала я сделал настоящий шоколадный фонтан из 10 плиток шоколада. Я растопил их на водяной бане и залил в фонтан. Получилось очень прикольно. И очень вкусно. Потом я залил в фонтан не ньютоновскую жидкость, которая одновременно и твердая, и текучая. Фонтан еле-еле смог поднять ее. Двигатель работал на пределе. Чтобы не угробить фонтан, я остановил эксперимент. Дальше был гель для душа синего и оранжевого цвета. Он был очень густой, прямо как лизун. И очень красиво выглядел в чаше фонтана. Фонтан получился зачетный. Два цвета смешались и получился зеленый. А потом были лизуны в бочках. Я залил 5 разных цветов. Конечно же, они смешались и получились вот такие разноцветные сопли. Фонтан из зубной пасты. Тут самым зрелищным был процесс выдавливания пасты из тюбиков. Реально можно залипнуть. Ну, а сам фонтан не получился. Паста оказалась слишком густая, и ничего не вышло. Сгущенное молоко. Я залил сразу 3 банки сгущенки в чашу фонтана. И, как видите, фонтан вышел просто изумительным. И очень вкусным. Я макал в него булку и запивал чаем. Вкуснота! Потом я разбил в чашу фонтана десяток сырых яиц. Я ожидал, что из них получится отличнейший фонтан. Но я немного ошибался. Фонтан вышел слабенький и совсем не зрелищный. Потом я залил в фонтан сразу 10 банок силикатного клея. Фонтан получился очень-очень зрелищным. Прямо как жидкое стекло. Я добавил туда краситель и стало еще прикольнее. Посмотрите. А потом я добавил туда перволь. И клей мгновенно загустел и превратился в лизуна. Осталось только макнуть его в пенопластовые шарики. И вот у меня уже получился шариковый пластилин. Фонтан из кетчупа. Он в принципе получился, но немного густоватый и не такой зрелищный. Я начал макать туда пельмени и было очень вкусно. А потом я решил сделать фонтан из майонеза. Фонтан получился, но очень густой и медленный. Но потом я добавил подсолнечное масло. И фонтан стал гораздо лучше. Я макал в него пельмешки и наслаждался. Пенопластовые шарики. Я не был уверен, что фонтан получится. Но как ни странно, это сработало. Шарики выпадали как попкорн. Правда, они не попадали обратно в чашу, а разлетались у меня по столу. А вот фонтан из киселя вышел просто отличный. Да и к тому же очень-очень вкусный. А дальше был мед. Целый литр натурального меда. Фонтан получился очень вязкий и тягучий. Но потом я включил подогрев чаши фонтана, мед нагрелся и потек веселее. Получилось очень красиво. Фонтан из сливок не получился. Сливки были слишком жидкие, и фонтан не смог их поднять. А потом я налил сметану. А потом я добавил зеленого красителя, и сметана стала зеленая. В следующем был кефир. Фонтан, в принципе, получился, но такой себе, немного жидковатый. А потом я взял 4 пачки сливочного масла, растопил их прямо в чаши фонтана при помощи горелки, и включил фонтан. Но масло оказалось слишком жидким для фонтана, и ничего не вышло. Фонтан из жидкого мыла. Оно оказалось идеальным по густоте, и фонтан получился очень красивым. Правда, потом он запенился и перестал быть таким прозрачным. Похожая ситуация произошла с Ферри. Сначала фонтан был просто великолепным, такой красивый, зеленый, прозрачный, с пузырьками. Но потом он вспенился и стал похож на снеговика. Тоже, кстати, прикольно. Потом я попробовал сделать фонтан из манной крупы. Фонтан получился, но крупа рассыпалась по сторонам, а не в чашу фонтана. А самый противный фонтан получился из кабачковой икры. Он был похож на какашки. Фу, как некрасиво. Зато детское фруктовое питание очень хорошо превратилось в фонтан. Он был очень красивым и очень вкусным. Малиновое варенье. Я не ожидал, что получится такой отличный и завораживающий фонтан. Вы только посмотрите на это зрелище. Ну вот, ребята, теперь вы видели все мои фонтаны. Придумайте, пожалуйста, из чего бы мне еще сделать крутой фонтан. Самые лучшие идеи я попробую. Так что, если хотите попасть в ролик, придумайте что-то очень необычное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok